Ну вот я хотел, как я после долгого перерыва, вернуться немножко к философии. Да, мне кажется, что мы что-то занимаемся немножко всем другим, но не философией. Ну, философия, понятно, что постоянно тема повторяется, и вот можно опять обсудить немножко тему сознания. На самом деле эта проблематика стала интересной в связи с тем, что как-то какой-то был очередной разговор, и мы, в общем-то, с Александром не сошлись по поводу того, что такое сознание. Я как бы просто решил немножко вот эту тему поподнять для того, чтобы обсудить еще раз, может быть, некие определения, чтобы разобраться с этим вопросом. На самом деле, как мне кажется, есть два понимания сознания. Одно психологическое, одно философское. Мы сейчас пока психологическое понимание сознания не будем обсуждать, а займемся немножко философским пониманием сознания. С точки зрения философии, вот я, будем базироваться, скажем, на классической немецкой философии, да, есть два, на самом деле, сознания. И классическая немецкая философия различает эмпирическое сознание, да, и всеобщее сознание. Причем всеобщество понимается в двух смыслах. Об одном смысле всеобщество понимается в том смысле, что, как вот у Канта, да, есть некое трансцендентальное сознание, в отличие от эмпирического. И это традиционное сознание есть некого рода модель, необходимое некое сознание, которое есть у каждого эмпирического сознания, в отличие от того, что эмпирическое сознание может быть смутное, случайное, заблуждаться и прочее. Мы берем, для того, чтобы изучать вопрос, то, что можно было бы назвать научным подходом сознания. Некое рода сознание, та самая модель, которая соответствует всем эмпирическим сознаниям, и которая, собственно, определяет эти эмпирические сознания как сознание. Очень так же, как, например, мы бы говорили о том, что есть много разных эмпирических стульев, но вообще из них представляет некого рода стул. И вот есть некое родоопределение, по которому мы определяем, что данный объект, который перед нами стоит, есть стул. Вот это первое понимание всеобщности сознания. Второе понимание всеобщности сознания – это сознание, сейчас я немножко просто закончу, это всеобщее сознание, как его понимает Гегель. Это сознание, но можно было бы его проще назвать общественным сознанием или духом. Да, то есть это сознание, которое является как бы надстроенным над эмпирическим сознанием. У Гегеля тоже присутствует первое понимание сознания всеобщности, в смысле трансцендентальное сознание. Есть еще второе понимание сознания, как дух, которое как бы надстроено над всеми эмпирическими сознаниями. И вот в этом смысле, как мне кажется, надо различать, и в философии это четко делается, что есть эмпирическое сознание, а есть всеобщее сознание. Это особенно важно, на самом деле, если мы пытаемся разобраться, что такое сознание. Потому что нельзя считать, на самом деле, и брать в качестве определения сознание каждого эмпирического сознания. То есть нельзя анализировать какие-то, например, эксперименты и опыты, в котором эмпирический человек, то есть единичный человек, что-то там делает, и считать, что это на самом деле является примером сознания. Потому что, в чем вопрос? Вопрос состоит в том, что... Ну, признаком, скорее, а не примером, да? Нет, вопрос состоит в том, что мы можем ошибиться, мы можем взять некого случайного фактора и принять их за сознание. То есть мы можем посчитать, допустим, что вот предлагались такие опыты, что в каком-то помещении людям давали какое-то задание, там, не знаю, что-то считать давали, да, там. И они были так заняты этим счетом, что забегали люди переодетые, там, ну, по гориллу, там, махали, прыгали. И потом спрашивают человека, а вы видели гориллу, там, а он был так занят подсчетом, что эта горилла не заметила. Типа, нельзя сказать, на самом деле, что здесь пример есть того, что вот сознание, там, у него какие-то лакуны есть, ну, то что-то из него выпадает и прочее. Это не является примером, на самом деле, какого-то неправильного или, там, не является примером опыта, связанного с сознанием. Потому что, говорю, что с философской точки зрения мы по сознанием понимаем, прежде всего, вот это всеобщее сознание, да, то есть даже на индивидуальном уровне мы выделяем, на самом деле. Вот у нас есть, во-первых, конечно, и наше то, что можно было назвать внимание, да, то есть наше вот некое, это и сейчас присутствующее, какое-то рассеянное или, там, более внимательное, там, сознание. Это первый уровень. Второй уровень на самом деле – все, что мы когда-то осознали, то есть наш личный опыт, который точно так же сейчас присутствует, хотя, может быть, и не находится в центре, там, моего внимания. Но он как бы спроекцирован на все, что меня окружает, я считаю, что вот какие-то все, что сейчас происходит, оно само собой разумеется, я на это внимание не обращаю, потому что, как бы, я уже когда-то этот опыт там работал, когда-то я все это принял и, как бы, понял, как бы, я осознал. И для меня это осознание, оно как бы находится вне фокуса моего внимания, хотя оно тут же сейчас здесь и присутствует. И третий уровень – это тот уровень, который мы отличаем от бессознательного. То есть, в принципе, все, что может быть осознанно, в принципе, это может быть подвергнуто осознанию. То есть, та область, те, может быть, границы сознания, за рамками которой мы говорим, что лежит область бессознательного. То есть, вот, даже с точки зрения индивидуального сознания, все равно присутствуют разные уровни сознания. И, опять же, нельзя это все свести, опять же, только к эмпирическому сознанию. И мне кажется, что вот в психологии, скажем, да, и там тех экспериментов, которые мы обсуждали относительно всякого рода парадоксов, связанных с сознанием, там как раз возникает вот такая, не знаю, как назвать это, ошибка там или там методологический просчет, связанный с тем, что в качестве сознания принимают эмпирическое сознание. И вот остальные вот эти вот сознания, которые тоже присутствуют, да, которые на самом деле есть, они как-то элиминируются или не учитываются. Это вроде все проблемы с терминологией. Ну, давайте эмпирическое сознание называть так одним словом, а всеобщее другим словом, духом, скажем. И, во-первых, мне не очень понятно сам подход. Вот у нас есть слово, термин, и давайте поговорим об этом термине. Вот сейчас, пожалуйста. А нужно наоборот, у нас есть понятие, выделим это понятие, не называя его. Вот о каком понятии идет речь? То, что Гегель использовал слово сознание, или еще Камп использовал слово сознание, еще Вася кто-то использовал слово сознание, или психолог использовал слово сознание, они используют слово. Давайте о каком понятии будем говорить? Ну, на самом деле, я хотел поговорить и о том, что такое сознание. Это просто долгий разговор, конечно. Не бессознательно включаете вы? Нет, ну ладно. Сознание неправильно в основном вопросов. В основном вопросов, мы говорим так. Давайте поговорим по термине сознания и где оно используется, каким понятием оно привязано, какие понятия обозначает. Либо давайте возьмем некое понятие и подумаем, каким термином его назвать. А просто сказать, что такое сознание, нельзя. Это бессмысленная фраза, по сути. То есть можно сказать, давайте изучим, что называл сознанием Гегель, какое понятие называл сознанием… То есть, потом, есть Булат, который называет словом сознание какое-то понятие. Это же не обязательно то же самое понятие, что у Гегеля, и другое понятие, чем у меня. Мы называем словом сознание разные понятия. И для того, чтобы хоть как-то обсуждать, нужно сначала выбрать понятие, которое мы обсуждаем. Нельзя обсуждать термины. Нет, смотрите, я исхожу из того, что такое сознание мы примерно понимаем. Нет, мы с вами называем разными. Проблема у нас была в том, что я и вы называете этим словом разное. В том-то и дело, что разное. И поэтому начинаем спорить, нет вот этого, нет, нет, это не смысленно. Можно было бы сказать так, что несмотря на то, что мы что-то называем разным, феномен-то один. Нет. И феномены разные. Ну вот действительно, вот сейчас американская аналитическая философия сознания. Там просто откровенно одни называют словом сознания психику, целиком, другие называют словом сознания перцептивное поле, так называемое, ну то есть видевую картинку. И если об этом договорились, что я буду называть словом сознания то, что появляется, когда я открываю глаза, просыпаюсь, прихожу в сознание, то, что я теряю, когда теряю сознание. Вот эту картинку называем. А другие, нет, мы этим словом сознания называем психику целиком, которая строит эту картинку. В сознание входит мышление. То есть и мышление, то есть вот в этом случае. То есть вы, Александр, говорите так, что есть какие-то различия, неважно, как их называть словами. Вы называли по-своему, я назвал по-своему, и типа этого достаточно, каждый из нас остался при своем. Нет. То есть нужно определить понятия, договориться, что вот, скажем, этот автор это понятие называет словом сознания, а этот автор это понятие называет словом сознания. Я беру профессора Александрова, у него там определение сознания, он третье называет этим словом и описывает, что он, то есть у него длинное определение, что он называет этим словом. И это совершенно другое, чем называл Геги. Смотрите, вы просто в топ сосредоточили. Совсем другое, чем Михаил Минцов. Если бы все сводилось к определениям, то тогда можно было договориться. А можно мне пару слов вставить, да? Вот другой взгляд на вашу коллизию. Вот смотрите, можно было бы считать, что это проблема действительно определения, что надо вот заранее оговорить, какими словами мы что обозначаем, чтобы не происходило вот таких вот споров. И мы, когда говорим так, мы исходим из того, что, ну, в общем, по-большому что-то не важно. Потише говорить, да? Не важно, какое слово. Не, нормально говорите. Не важно, какое слово мы будем использовать для обозначения этого понятия. То есть понятие, вот, а вот на самом деле это не так. Объясню почему. Потому что вот этот язык, который у нас есть, он реальный язык, естественный язык. Он на самом деле один. И он как земля, как территория, он конечен. Вот, это вот как бы некая территория за обладание, в которой вьются различные дискурсы. Вот. И, естественно, Влад будет говорить сознание употреблять именно это слово. И вы будете говорить сознание употреблять именно это слово. И вы не будете сходить с этой пядей земли, потому что вам очень важно удержать именно это слово. Вот. Придав ему свое значение. Здесь все понятно. Нет, нет, не в этом сказать. Когда я пишу свой текст или верну монолог, я предупреждаю, что я этим термином называю такое-то понятие. Это война, где предупреждение не выносится, не объявленное. Понимаете? Вот. Но если идет спор, то бессмысленно спорить. Если мы знаем, что мы обозначаем этим словом разные понятия. Влад же в самом начале сказал, что существует отдельное сознание. Есть некое всеобщее сознание. Возможно, вы в этом и расходитесь. Нет, не в этом расходитесь. Если у каждого практически так называемое сознание, а есть общие понятия. Я считаю, что есть сама суддела какая-то. Понимаете? Мы можем по-разному подходить. Как-то Гегель подходит, как-то Кам подходит. Но у всех у них эта сама суддела как-то отражена. А может быть там это с той или иной степенью приближения, но тем не менее. И когда на самом деле я пытаюсь это обсуждать, я просто адресую тому, чтобы проверить, так это или нет. Каждый из нас на своем опыте это может проверить. И мы должны обсуждать саму суть дела, а не понятия. Вот в том-то и дело, что суть дела как будто бы она есть. Вот есть нечто априорно, изначально названное сознанием. Но нет же этого. Нет. Ну как? Ну нет. Это же все равно, что стулья. Вы говорите, что слово стул есть, а стульев нет. Понимаете? Из этого вы так говорите. Ну стулья-то есть. Здесь очень просто. Потому что словом стул обозначается вполне понятие, на которое можно показать пальцем. Но сознание нельзя показать пальцем. И поэтому зафиксируй. Хорошо. Другой момент. Болезнь. Хорошая метафора болезни. На болезнь тоже пальцем нельзя показать. Но как-то через симптомы мы определяем. Это ОРЗ, это грим. Вот действительно. И возможно ситуация, что вот мы перечислили все симптомы, но не называя саму болезнь. Мы не назвали. Не, допустим, даже назвали. Нет, нет. Допустим. Друзья, на пространство тоже нельзя указать. Сознание в данном случае... Но здесь вопрос не указания не в смысле конкретно указания пальцев. Ну вот как бы на болезнь можно указать, перечислить симптомы. Значит, есть нечто, нечто в человеке, в человеке, связанном с человеком, что мы можем перечислить, что-то перечислить и сказать. Вот это перечисленное я буду называть словом сознания. Так вот все праздно перечисляют. Вот Булат перечисляет одно, а я перечисляю другое. И это... А третий перечисляет третье. То есть мы не указываем на одно. Нет, на самом деле. И границы вот этого, они где-то пересекаются, где-то вообще не пересекаться. То есть естественно, что когда я называю сознанием именно вот эмпирическое сознание человека, которое он теряет и приобретает, это не имеет никакого отношения к всеобщему сознанию. Одно слово бра... Да, оно имеет отношение к перечислу. Можно я ставлю пять копеек? Может быть, была согласиться, может быть, нет. Психологическое понятие сознания состоит в том, что в сознании есть способность. То есть вот есть некая наша... Вот ещё один. Я не считаю, что это способность. Вот ещё один. Я всем. А философское понятие сознания состоит в том, что сознание — это определённый способ бытия. Это как бы способ соотнесенности. То есть что-то может соотноситься с чем-то. Благодаря чему это может происходить? Благодаря тому, что все это находится в сознании. В этом смысле всеобщее сознание становится пространством соотнесенности всеобщим, где все может соотноситься со всем. Где могут эмпирические сознания обнаруживаться в качестве каких-то таких субъектных, частных пар. Но это разные понятия. Разные. Разные понятия. Но а с это одним словом? Булат сегодня предлагает говорить про философское. Мы его поняли более-менее. Если бы я это выдумал бы самбо, наверное, как бы это... Нет, это не выдумано, это действительно так есть. Есть какая-то традиция, когда мы используем слово, мы должны обосновать ее как-то традиции. Есть. Но при этом нельзя сказать, что те люди, которые психологи сознанием называют другое, они ошибаются. Конечно можно. Они не ошибаются, они просто используют этот термин. Им же нужно как-то между собой говорить. Проблема в том, что такое ощущение, что вот было некое понятие сознания, которое говорило о каких-то серьезных вещах, типа бытия, сущего. А в психологической науке оно выхолощилось. Да, или выхолостилось, как правильно сказать. В общем, произошло выхолощивание этого понятия. Оно как-то вот приземлилось, упростилось. Но я думаю, наоборот. Но при этом обросло содержание, обросло конкретностью какой-то, обросло какими-то экспериментами и прочим-прочим. Но как бы градус философского, так сказать... Нет, это не должно быть. А чтобы первичнее было. Когда мы говорим, потерял сознание, дано мне в сознании. Я это не разрешил в сознании. Здесь и заключается проблема существования каждого конкретного сознания. Не сознания, понятия. Нет, именно сознание каждого конкретного. И есть общее понятие сознания, некое общее, которое все понимают, что это есть. Он каждый называет как бы... Вот это как Бог. У каждого Бог свой, но есть общее понятие Бог, которое понимают все. Вот вопрос сложности заключается в том, что... Как вывести из этих вот частых понятий, вывести их общее. Никак, никак. Но оно есть, тем не менее оно есть. Но существует независимо. Разные понятия. Но понятие одно. У сознания есть понятие? Вот в какой-то веке я хочу согласиться с Вологией. Есть термин сознания. Не важно, может быть... Есть некие практические, грубо говоря, сознания, которые что-то думают. Как из этого выходит общее понятие сознания? Нет общего понятия сознания. Есть единственное, наверное, сознание, а все остальное глюки. Есть разные понятия, названные одним словом. Проблема только в этом. То есть, в принципе, нет. То есть, в принципе, нет. То есть, понимаешь, надо... Нет, давайте я зафиксирую. На самом деле, Александр прав. Возможно, то, что мы называем одним словом, каждый из нас, на самом деле, может быть, действительно, принадлежит к разным областям. И может быть, разные феномены там. И вообще, это все разное. На самом деле, возможно, точно так же, как в свое время, когда болезни изучали, не всегда удалось через симптоматику определить болезнь. Возможно, могла быть одна и та же симптоматика, а болезни разные. То есть, ну, не все симптомы учритывали там. Но сам факт, болезнь существует. Не важно, какая симптома. Нет, нет, это важно. Есть симптомы, это болезнь. Мы можем одни симптомы объединить, которые на самом деле нельзя объединять. Да не важно. Есть понятие болезни. Володя, Володя. А какая конкретная болезнь? Вообще, смотри, не имеет значения. Нет, это метафия. Проблема может быть в том, что симптом, который мы принимаем за симптом болезни, является сам болезнью. Вот такая может быть ситуация. Мы думаем, что это симптом, а это болезнь. Нет, не важно. Нет, это важно. Понятие болезни есть? Ты думаешь, что чесотка это симптом какой-то болезни, там, не знаю, нарушение пищеварения, а это сама чесотка. Вот, поэтому, как бы, вопрос... Лесишься ты все равно на той тоже. Лесишься ты все равно чисто... Нет, просто... Нет, нет, нет. Вот это вот, это вот, это вот, разговор про симптомы, в нем есть проблемы. Да, пытался же, здесь умирает. Второе, на самом деле... 20 минут прошло. Да, но с другой стороны, на самом деле, может быть, на самом деле, все-таки, вот, язык, да, если мы ему доверяемся, да, и наш некий феноменальный опыт, который позволяет нам почему-то это объединить. Вот мы как бы чувствуем, какая-то интуиция есть, что вот такие-то симптомы и такие-то такие опыты, мы все-таки относим к сознанию, да, говорят о том, что здесь есть какая-то правда. То есть, быть может, если дальше исследовать, если дальше там что-то там смотреть, может, что-то и получится. То есть, это, на самом деле, проблемная ситуация, скорее, а не не ясная сразу заранее, что вот мы как бы... Проблема предельно ясна, предельно ясна, вот, и, в принципе, банально. Вот мы сейчас собрались все и говорим, давайте обсуждать данность мира персональному человеку, субъекту. Вот он что-то различает. Назовем это Икс. Вот. И тогда мы говорим, в Икс, в Икс, обезьяна, горилла, была не дана. Вот. Под гипнозом человек, ему внушили, что он не видит стол, стол не был дан в Икс. И вот в этом дискурсе, в этом лексиконе это Икс сознание. И мы все знаем, что каждый раз, когда кто-то произносит сознание, имеется в виду вот этой картинке. Нет в сознании, нет в этой картинке. Потом мы закрываем этот разговор и переходим к гейберу и говорим, сознание мы сейчас будем называть вот это. И все обсуждают вот это понятие, называя его этим же словом. То есть это стандартная ситуация, когда у нас одним словом, одним словом, названы разные понятия. Нужно говорить, что мы обсуждаем. Но вот сейчас мы обсуждаем не это, не картинку. Сейчас мы обсуждаем, я бы сказал, чудо, да, что стол вообще может быть дан. Вот это вот то, что в сознании важно, что в сознании интересно, что вообще, о чем стоит задуматься. Почему, как бы, стол вообще может быть дан? Почему может быть соотнесенность? Он может пропасть, он может вернуться, он может потеряться. Какое понятие, не термин. Понятие, понятие соотнесенности. Понятие соотнесенности. Но соотнесенность это такое же слово. Почему у вас не сможет сказать, когда я говорю соотнесенность вместо сознания? Нет, когда я говорю соотнесенность, это некая операция, некое действие. Понимаешь, когда мы произносим просто сознание, мы ничего не понимаем. У вас такая же операция разлеченность. У вас разлеченность, у него соотнесенность. Разные слова. У вас данность, у вас данность. Дано или не дано? Вот я говорю, дано, не дано. Вот это понятие. Само слово «сознание» не подразумевает и недавность, и не развлечется. Ничего не подразумевает. Ну вот мы определение дали. Можно продолжать говорить? В чем смысл-то состоит? Зачем вообще люди собираются что-то обсуждают? Смысл состоит в том, чтобы все-таки разобраться. Каждый из нас, может быть, по-своему понимает, что такое сознание. Есть сама суть дела. Суть дела в каждом отделе, в разговоре. Вот это обсуждаем, там есть суть дела. Вот здесь суть дела. Именно философское, не психологическое, не какая-то не аналитическое, когда мы определяем вот эти все языковые ситуации. Здесь философское суть дела. Как вообще может быть соотнесенность? Как что-то может быть дано? Это как бы проблема сознания в философском смысле. Так мы ее понимаем. Эксперименты с горилой, эксперименты с гипнозом. Они вообще не верят к этому. Об этом Булат говорит, как о том, что эмпирическое сознание ему не важно. Ему не важно, почему кто-то когда-то потерял сознание. Но тогда нельзя произносить фразу, что это неправильное. Действительно, он сказал эмпирическое. Нет, нет, он сказал, что мы могли бы сказать. Нет, ну, смотри, как стул. Много разных стулей. Трени косые быть они, но мы все равно всех их стульями называем. То есть так же в эмпирическом сознании, конечно, присутствует и все. Общее сознание. Ну как? Это разные понятия. Нет, всеобщее сознание, оно же, говорю, имеет двоякого понимания. И если что-то может потерять сознание, значит оно вообще как-то может с чем-то совместись. Всякое эмпирическое сознание внутри себя, как бы, имеет костяк в виде трансцентального сознания у Канта. Всякое трансцентальное сознание, это не какое-то другое сознание. Это то нечто необходимое, что присутствует в каждом сознании. Оно просто важно, именно эта часть и важна с точки зрения философии. Рассмотреть необходимую часть того, что есть такое сознание. Правильно. Каждый у нас отчаян, я есть. Как? Тем не менее, у каждого свои навороты. Проигравший. Почему проигравший? Вопрос только кто? Можно ли выяснить из множества эмпирических сознаний? Это вот самое всеобщее сознание. Нет, а второй смысл всеобщее сознание, который мы, кстати, опустили, оно же тоже важно. То, что называется дух, то, что называется общественное сознание, оно же не является чем-то абстрактным. Потому что можно было бы сказать, что трансцендентальный сознание – это абстрактное все-таки понятие, которое выводится для того, чтобы понять, что такое сознание в его необходимости. А есть буквально живое сознание, то, что, например, люди любят. Можно назвать его эгрегор, можно назвать его духом. Например, для религиозного сознания там не будет каких-то проблем с тем, что дух существует. Помимо того, что есть отдельные люди, есть также и дух, святой дух. Проблем никаких с этим не будет. То есть дух – это тема, которая как раз относится к сознанию. И это сознание, оно так же уникально, так же единичное, как и наше сознание. Только просто оно объединяет нас в некое ворота тотальность. Например, можно было бы сказать, что есть дух народа, который живет на территории России. Есть какая-то некая обществе духовная. Вот это духовное обществе тоже есть некое сознание, оно столь же уникально, оно столь же единичное, как и наше сознание, только оно единичное объединяющее нас. Можно сказать, что есть дух немецкого народа, условно говоря, американского народа и так далее. Мы просто тему не затронули, но это как бы тоже относится к термину сознания. И что сказать, это еще и третье понятие сознания, что ли? Я-то на самом деле хотел… Это скорее не понятие сознания, это скорее одно из свойств сознания. То есть сознание – это настолько богатое понятие, что мы можем только рассматривая множество эмпирических сознаний, пытаться делать выводы какие-то объединяющие, как из множества стульев. То есть стул, он обладает таким-то, таким-то, такими свойствами всякими разными. Мы смотрим на эти разные стулья и выводим у себя в голове некое понятие стула. То есть так же, как и в сознании. Есть дух народа, есть разные стулья, есть дух конкретного эмпирического сознания, есть еще что-то. Но все равно есть что-то, что это все объединяет. Это способ бытия, поэтому не надо говорить про свойства сознания. Ну пусть будет, это не важно. А дальше термины не важны. Не важно, как я это скажу, таким словом назову. Мы прекрасно понимаем, о чем я говорю. Не, просто если, опять же, доверять языку, тут, возможно, язык нас вводит в заблуждение, потому что он придумал одно слово для многих всяких разных феноменов. И, может быть, Александр, ты и прав. Это требует исследования, на самом деле. А, возможно, на самом деле во всем этом проявляется все-таки некий единый феномен сознания, и просто разные способы приобщения к нему. То есть, есть сознание индивидуальное, есть приобщенность, есть сознание какое-то всеобщее в виде, допустим, духа народа, и ты к нему приобщаешься, со своим индивидуальным сознанием. Есть еще более высокий уровень сознания, ну, скажем, сознание Бога. Да, классовое сознание, сознание Бога, куда тоже можно приобщиться. И разные уровни приобщения. То есть, в принципе, можно было бы сказать, что сознание есть некого рода сущность, которая существует, и к которому мы имеем отношение на разном уровне. Так отдельные сущности. Так это что, у тебя сущим стало вдруг сознание? Давай это аккуратно. Что за сущность? Ну, если есть дух, если есть общественное сознание. Ну, а это уже откуда тоже? Ну, то есть, это способ как я, или это все-таки у тебя есть субъект одновременно какой-то? Это же гегелевские формулировки. Я понимаю, ну, что теперь гегель? Ну, в том-то и состоит, что Александр считает, что каждый философ имеет право назвать как угодно своим Тереном что угодно, как бы, да, и это, в общем, нормально, да. Он нам назвал своим каким-то своим сознанием, назвал определенное нечто, что он там понимает, и каждый пускай живет в своем мире. Я-то считаю, что надо все-таки попытаться осознать, почему там Гегель так называет это, почему он считает, что это сознание? Надо как бы добраться до этого, может быть, здесь все-таки есть некий объединяющий, некий, нечто такое объединяющее. Вот есть попытка такая все-таки вот это общественное сознание, там, это сознание в виде, там, духа, там, да, как-то все-таки включить в концепцию сознания. Что недостаточно только рассматривать сознание. Биористское. Нет, только в смысле как трансцендентальное сознание, как некого рода конструкцию, модель сознания вообще, да, то есть как она функционирует в любом человеке. Может быть, надо включить в эту модель также и вот это вот сознание, то есть сознание понятое как всеобщее в смысле вот этого общественного сознания, да, некого, там, духа, там, народа, там, не знаю, там, духа, там, партии, там, класса, это неважно. И возможно, что на этом пути, как бы, удастся, может, что-то понять от того, что есть сознание. А возможно, на этом пути просто будет выяснено, что это просто совершенно различные вещи, к которым применены одинаковые слова. Вот и все. Хорошо, что Игорь нам скажет. Игорь, ну что, Игорь опоздал, получал. Игорь мало что понимает. Так, Игорь мало что понимает, хорошо. Кто-нибудь еще хочет добавить? 29 минут. Не, просто все убегают, да, я хотел там обсудить, собственно, определение сознания, но, видимо, в следующий раз, наверное. Давай, пять секунд. Ну, на этот счет, а у меня есть такая мысль, меня удивило то, что разговор о сознании быстренько почему-то все вертится вокруг слов и языка. Как только начинается разговор о сознании, всегда вот возникает вопрос о определениях, что и что понимать, что такое понятие и так далее. И, может быть, в этом и есть какая-то, ну, доля, не знаю, чего-то разумного, потому что может быть такое, что, называя одним и тем же словом «сознание» разные понятия, тем не менее, мы в них выделяем некий единый, ну, как бы для всех определений сознаний, некий единый аспект, который можно вот выделить как сущностью или сутью самого определения и понятия. Ну, это сама судила, как-нибудь хорошо. Да. Есть какая-то сама судила? И даже называя сознанием то, что мы теряем, когда нас бьют по голове, называя сознанием некий здравый смысл и так далее, и так далее, мы, тем не менее, как бы во внимании держим некую ту самую суть дела или некое нечто общее. Ну, может быть, да. И тогда имеет смысл всё, что понимается под сознанием или всё, что сознанием называется, вот как бы проанализировать, просуммировать и найти те схожие или некие повторяемые или идентичные элементы, какие-то аспекты во всех этих вещах. И тогда перейти к тому, что, может быть, это является определяющим сознанием. И второй момент – это то, что если отталкиваться непосредственно от самого понятия того вот некого фантомного икс, как говорит Александр, тогда проблема будет в том, что мы не сможем определить некие границы. Потому что на основании чего мы считаем, что то, что мы теряем, когда нас бьют по голове, это, собственно говоря, некий конечный феномен, который называется сознание и так далее. Относительно болезни. Потому что болезнь – это некое понятие, некая абстракция, к которой мы приходим, к которой мы соотносимся как бы через некий перечень признаков, так называемых симптомов. Потому что каждый отдельно взятый симптом не является болезнью, как таковой. Болезнь в комплексе. Поэтому на основании чего мы считаем, что почёсывание в руке – это не симптом, а кашель – это симптом. Несмотря на то, что и почёсывание, и кашель одинаково проявлен, одинаково конкретный и так далее. Ну, то есть болезнь – это симптомы, пантологические, надо ещё отличить. Конечно. Так и тут. Почему, собственно говоря, Александр предлагает, что некое сознание, которое сводится только к тому, что теряется, когда бьёт по затылку или когда ты просыпаешься, его обретаешь, вот как бы это и граница. А почему не шагнуть дальше? Ну, нужно как-то это определять и как-то это устанавливать, при этом как это делать – непонятно. И тогда у нас получится, что сознание, которое просыпается – это один термин, сознание, которое теряется – это будет другой термин. Да, и каждый сам придумал свой термин. Сознание в четверг – это будет третий термин, и в итоге мы потеряем вообще… Об этом и говорится, что есть некие эмпирические сознания. Вот об этом и есть. А есть некое общее понятие сознания. Независимо от того, что эти эмпирические сознания разные, всё равно все понимают, что есть нечто общее, есть некое сознание, которое присущееся всем эмпирическим. Вот, хотелось бы теперь… Камера подсказывает мне, что Игорь должен выступить, да? Можно вопрос вот так поставить? Обладает ли Бог или Абсолют сознанием? Ну, кому ещё обладать? Ну, мы… Бог на самом деле по-хорошему и есть сознание. Да, вот видите, хорошо, значит, тут у нас вообще есть какой-то фундамент. Давайте пойдёмте дальше. Как Платин определял сознание? Ведь он же интересно рассуждал, ведь прекрасная логика, когда до сотворения мира, я имею в виду универсума, а не Земли там в частных случаях, до сотворения универсума не было ничего, не было материального мира, не было материи, не было никаких естественных ни процессов, ни объектов. И Платин говорил, когда нечего осознавать, то нет и сознания. Кто же тогда сотворил мир? Ну, Платина есть просто… Там была у него темотворение, разве, да? Да, да. Он назвал это просто, как бы, выходящий… Тайна вне бытия. Он так определял это… То, что было за сознанием – это тайна вне бытия. Ну, а в нас есть метр… Удзи, это как раз тоже характеризуется к терминам. Удзи. Удзи, то есть то, что было до Дао. Удзи создало Дао и уже от Дао, пошло вот это многообразие мира. То есть Дао – это элементарный вектор суперпозиций, то есть кубит, его можно назвать как два состояния – иньян. Вот, взаимопредположенные совершенно. И они за счет суперпозиции, за счет рекогренции в наш мир вываливаются уже массой всех противоречимых процессов. Вот, и мы наблюдаем наш физический мир в таком варианте. Кстати, не только физический, там информационные миры могут существовать на этом уровне, которые мы пока еще не ощущаем. Думаю, что они находятся там. Вот у сторонних. А вот это вот сознание, да, действительно. И, в принципе, вот если вы мне позволите в будущем сделать вам доклад, то я бы мог вам написать формулу из квантовой механики, где просто формула – вектор состояния универсума, где четко, по выводам квантовой механики, четко следует – универсум обладает сознанием. Это просто следует из самой формулы. Я вам просто на ваши комментарии могу сказать, что в богословии сознания нет никакого творения. С точки зрения сознания не может ничего и возникнуть, и исчезнуть. Потому что нет ничего вообще. Поэтому нет. Просто поэтому, когда вы говорите про Плотина, что он рассуждал, что что-то творилось, как бы, да, то просто это не богословие сознания, это богословие мышления. Но это целый разговор отдельный. Это ошибочное просто богословие, вот и все. Нельзя применять такую тему. На самом деле всегда все было, ничего никогда не возникало. Богословие сознания всегда все было. Можно по-другому, брат. Наш мир был создан из ничтой, и таковым и остается. Мир не создавался никогда. Он был всегда. Никогда его не было и никогда его не будет. Есть только сознание, которое из этого мира вываливает реальность. На самом деле мир только потому, что творится, потому что считается, что материя есть зло. Просто как бы это не пристало Богу быть связанным с матерью. Поэтому отсюда и возникает творчество. А на самом деле мир как бы всегда был и есть, это и есть Бог. Просто как бы... Не, ну всегда мир не может существовать. Он всегда есть и был, как Бог всегда есть и был. Вот мы занялись философией наконец-то. Ну давайте не будем увлекаться, да? Бог предсознает. Каким образом? Ну давайте сейчас не будем богословием вдаваться. Есть богословие со знаниями? Камера говорит мне, что мы хотим послушать Игоря. Достаточно. Не, не теория работает на физическом плане. Слушайте, ну, мне просто кажется, что Булат начал с немного более грубого, чем следовало противопоставления. Потому что он начал с того, что есть некоторые эмпетические представления о сознании и есть философское. Но, как бы, ведь тут штука в чем, что большой вопрос, сходятся ли философы в определении сознания или даже в понимании сознания. Для меня это очень большой вопрос. Вот Александр, убежавший, видимо, без ключей, как бы приводит экстремальные примеры, когда есть люди, которые вот в современном мире называются философами. Они обладают всеми признаками философа. Но их определение сознания никак не совпадет с тем, с любым возможным определением, которое может дать Булат, вы, Сергей, Антон, кто угодно здесь присутствующих. То есть, как бы, так просто, я что хочу сказать, да, что просто противопоставить некоторое философское и эмпирическое, лучше психологическое. Да, слишком грубое противопоставление. Его можно сказать в самом начале, но потом надо начинать сразу самое интересное. Потому что, мне кажется, что вот предложение Александра и, может быть, замысел Булата в оригинале совпадают. То есть, здесь бесполезно говорить о сознании. Здесь сразу надо предлагать какое-то определенное понимание сознания и пытаться показать, как из твоего понимания сознания вытекает то или иное слово употребления. Почему Гегель себе это позволяет, почему Кант это себе позволяет и так далее. То есть, я что хочу сказать. Вот что делает Гегель в своей системе, ну, по крайней мере, на уровне энциклопедии наук? Он показывает, у него, конечно, там не сознание является некоторым базовым понятием. Но, тем не менее, он показывает, как происходит развитие понятия от одного состояния к другому. В какой момент это понятие образует из себя понятие живой природы. Потом понятие сознающей себя природы и сознания, духа и так далее. То есть, он как бы вырабатывает некоторый взгляд, который позволяет истолковать внутри себя вот все ему доступные эмпирические феномены. Он там даже психические болезни объясняет, исходя из своей философии. Конечно, нам это читать довольно сложно, потому что тогдашние представления о психических болезнях, они нам кажутся диковинными. Ну, как бы там, и физика у них была довольно диковинная, химия и так далее. Это, конечно, тяжело считать. Но, по существу ведь, по существу, то, что ожидается от каждого человека, кто пытается мыслить систематически, это именно создать такую систему, которая поглотит в себя и сделает объясненными просто все элементы. То есть, все возможные определения сознания. Да, совершенно верно. Вот когда ты покажешь, как из наиболее фундаментального понимания сознания вырастает эмпирическое сознание, психологическое сознание, нейрофизиологические какие-то конструкции, только тогда ты сделаешь свою работу. То есть, Игорь говорит, что не можешь победить возглавь, да? Нет, ты здесь можешь победить... Они там работают, понимают сознание под своим? Ты можешь победить одним способом, их поглотить. Ну, вот я об этом и говорю, да. Ну, позвать, поглотить, в общем, в некотором роде, да. Вот Наташа Постолова, которая сейчас, к сожалению, отошла от философии, она какие-то времена, у нее была такая практика, она приглашала на семинар по Гегелю психоаналитиков. Тогда их вообще было там полтора человека в городе, да? Ну, вот она затаскивала психоаналитика, практикующего психотерапевта, значит, на свой семинар. Для чего? Для того, чтобы обсуждать Гегеревскую концепцию. Вот. И он, в конце концов, сказал... В какой-то момент он сказал следующее, говорит, ну, слушайте, зачем мне нужна ваша философия? Я могу объяснить там поведение человека, вот исходя из той концепции его психики, которая у меня есть. Вот. А Наташа сказала очень интересную вещь, говорит, да, но обрати внимание, что мы можем интерпретировать твою позицию как часть философской, а наша позиция для тебя непонятна. То есть ты ее как раз не можешь интерпретировать. То есть ты не можешь нас подверстать ни под какой из известных тебе психозов, неврозов и так далее. Да ладно, Флакан не мог подверстать Дигеля, я думаю... Ну, Лакан, Лакан-то мог, наверное, да, мог. Это отдельная история, да, но вот просто, как бы, а как еще действовать? Как еще действовать на самом деле? Поглощать, да. Только поглощать. Только поглощать. Поэтому, Буат, поглощай. Ну, именно, я согласен, что, ну, просто именно поэтому мне философия все меньше и меньше устраивает, что надо придумать какие-то метафизические конструкты, типа там, как у Гегеля, которые оказываются на поверку просто какие-то, ну, знаешь, там, схоластики какой-то, да, там, триады всякие выстраиваются, там, атейсинтез, синтез, там, отрицание-трицание, всякое родное другое. И с помощью такой схоластики можно что угодно поглотить, да. А хочется просто заниматься-то самой сутью дела, то есть разведать то, как на самом деле есть, как бы. То есть хочется именно это исследовать. Когда ты говоришь, что ты занимаешься самой сутью дела, Була, ты занимаешься очень определенной метафизикой и очень определенной схоластикой. Я бы даже сказал. Если ты хочешь сказать, что есть какая-то презренная метафизика, а я занимаюсь чем-то реальным, ни хера подобного, ты занимаешься другой метафизикой. Ну, с этим тоже невозможно спорить, но все-таки можно пытаться и исключить из своего построения всякого рода схоластику. То есть ту схоластику, которая... Да еще раз говорю, сама позиция эта твоя есть схоластикой. Метафизикой я согласен, что нельзя совсем уже исключить какую-то антологию, метафизику невозможно. Но исключить чистую схоластику такую логическую, типа как у Гейгеля, наверное, можно. Нет. Точно тебе говорю, нельзя. Заменяешься антологией и все. Ну, это просто другая тема. Естественно, как бы не относится к исследованию сознания, как оно есть на самом деле. Это как раз надстройка, да? Какие можно выводы сделать из того сознания, которое получается, если двигаться в сторону теологии? Патриотичным было бы заменить схоластику патристикой. Но это уже для другого было. Ну там тоже свои сложности. Нет, ну пожалуйста, можно и в эту сторону повернуть. Но там тоже все не безусловно. Поэтому, если позволите суммировать Булат, нет у тебя иной судьбы, кроме как стать Гейгелем. Нет, ну просто тогда я этим не буду заниматься, потому что Гейгель это да... Значит у тебя не будет судьбы. Знаешь, хочется решать проблемы. То есть хочется, чтобы философия все-таки как-то научилась решать какие-то проблемы. По крайней мере, может быть не проблемы мира, это наверное невозможно, но хотя бы личные проблемы. Хочется с этим разобраться. Но не так, что просто придумав какую-то метафизику, поверить в нее. Вот как Александр придумал какую-то свою метафизику, поверил в нее и все. И живет там в броне, так сказать. Ты ему там какие-то вопросы задаешь, а он говорит, а это просто... Вы другое имеете в виду, а вот я имею в виду. Легко, конечно, говорить, когда Александр ушел-то. Да. 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 Это правда. Понятно, правда.